В 150 километрах от столицы Среднего Урала По дороге, ведущей в Тюмень, расположен Камышлов Этот город обязан своим происхождением, начавшемуся в XVI веке, заселению за Уралье Город очень быстро стал торговым, о чем говорят многочисленные сохранившиеся здесь купеческие дома А главной достопримечательностью этих мест является собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы Свою историю Свято-Покровский приход ведет с XVII века Тогда в Камышловской слободе была построена деревянная часовня, а затем храм Возникла вот часовня на месте явления иконы Святого Тихона Амафонского И рядом, практически затем рядом с этой часовней возникл храм деревянный Был он в 1670 году заложен Имел три престола, основной Покрова Пресвятой Богородицы Вот один предел Святой Великой Мущецы Екатерины И один предел трех святителей Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоустова Жителей в Камышловской слободе становилось все больше И деревянный храм был центром духовной жизни этих мест Но вот подошло время трагических и одновременно героических событий Отечественная война 1812 года, закончившаяся победой Российской империи Оставила глубокий след в душах людей В память этого события был построен Храм Христа Спасителя в Москве Спаса Бородинский монастырь А в Камышловской слободе началась постройка нового каменного храма Храм был двухэтажный, шестипрестольный, построен в 1821 году В верхнем этаже, в середине, помещался алтарь во имя Всемилостивого Спаса По правую сторону – во имя святого Тихона Амафунского А по левую – преподобных Зосимы и Савватия – соловецких чудотворцев Но через 12 лет, из-за того, что купол храма был ослаблен, решено было переделать постройку Из трех алтарей верхнего этажа тогда было решено оставить только один Во имя святого Тихона Амафунского Память которого, по преданию, было установлено праздновать с первых времен образование Камышлова Святой Тихон родился на Кипре в V веке Его отец был владельцем пекарни и посылал сына продавать хлеб Святой отрок беднякам раздавал хлеб даром Узнав о случившемся, его отец опечалился Однако сын напомнил ему, что дающий Богу сторицую приимет И через какое-то время отец с изумлением увидел Что хранилище, бывшее пустым, переполнено пшеницей Святой Тихон, епископ Амафунский, всегда глубоко почитался в России И как церковная жизнь Камышлова началась с часовни, построенной на месте обретения иконы Святителя Тихона Амафунского, так и возрождение Покровского храма Сопровождалось возвращением сюда образа этого угодника Божия Явлена икона Святого Тихона Амафунского Люди, которые обрели долгое время, даже не знали, что это икона Потом ее принесли, буквально в численном времени, совсем недавно И вот сейчас она стоит в храме Пока предел Святого Тихона Амафунского находится в процессе восстановления Икона пребывает в Свято-Покровском храме на первом этаже Доступно для всех прихожан, которые обещаются к Богу, к молитвам наших святых Также реставрируются и старинные фрески, украшающие стены храма По свидетельствам потомков людей, строивших этот храм, фрески принадлежат кисти художника Виктора Васнецова и его учеников Сейчас многие росписи находятся в процессе восстановления Но, как говорят сотрудники храма, с каждым годом на всех фресках краски становятся ярче КОНЕЦ В храме прибывает икона святой княгини Елизаветы Федоровны и иногини Варвары с частицами их честных мощей Этот святой образ прибыл в Камышлов из Чемеевского монастыря, который находится в Круганской области И вот уже в течение нескольких лет жители города молятся святым угодницам Божьим, прося у них мира в своей душе и исцеления от болезней Но в жизни собора были и времена, когда здесь не была слышна молитва В 30-е годы этот храм был закрыт Запретили богослужение, вывезли церковную утварь, а священнослужителей репрессировали Здание стали использовать для нужд текстильной фабрики Также был склад кинопроката Окна были разбиты, крыша вся текла То есть просто-напросто бесхозно По принципу до основания разрушим, а затем мы ничего не восстановим В православной церкви храм вернули только в 1985 году По прошению приходской общины был передан в пользование приходу И уже постепенно начались различные устроения храма Различные, скажем так, подвижки к тому, чтобы создать приход На сегодняшний день мы видим, что хоть и прошло время многое Но мы все продолжаем строить, строить, строить и строить Потому что во время, когда строился храм, строили прихожане и купцы Сегодняшнее время показывает, что строят прихожане, но купцы пока еще в сторонке стоят Сейчас богослужения совершаются в правом пределе святой Екатерины Александрийской Активные строительные работы ведутся в главном пределе, посвященном празднику покрова Пресвятой Богородицы Постепенно снимаем набил штукатурки грязные и подготавливаем, чтобы в дальнейшем служить в чистом, нормальном, хорошем пределе Пресвятой Богородицы Реставрируется и левый предел, посвященный трём святителям – Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту В дальнейшем будем все потихоньку трудиться, чтобы народ, который нуждается в помощи Божьей, приходил и поклонялся нашим святым Практически сразу после возвращения храма православной общине сюда была привезена икона святого Симеона Верхотурского с частичкой его святых мощей Покровитель Уральской земли, которому уже на протяжении трёх столетий молятся люди, зримо пребывает в Верхотурском Свято-Николаевском мужском монастыре Но частичка его честных мощей есть и в Покровском храме города Камышлова Одним из важных моментов в истории этого святого места сотрудники храма считают проявление фрески с изображением лика Иисуса Христа На месте старинной росписи современный художник вновь пытался изобразить Сына Божьего И там, где были лишь тёмные стены, появилась первоначальная роспись Старинные фрески, как и сам храм, это словно послание из далёкого прошлого Ниточка, которая связывает старинный Камышлов с его сегодняшним днём Стоящий на так называемой Покровской горке и возвышающийся над всей панорамой города Свято-Покровский собор является лицом города Камышлова И, как говорят многие местные жители, его визитной карточкой Этот белокаменный храм видел и отважных жен декабристов, следовавших за своими мужьями в Сибирь И поэта Василия Жуковского, и цесаревича Александра Николаевича, будущего царя Александра II Все они проезжали Камышлов, душа которого – старинная церковь, посвящённая празднику явления Царицы Небесной Под Покровом которой на юго-востоке Свердловской области и стоит город с его жителями и святыми храмами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok